Давайте расскажем, Пензу ждет, что за мероприятие, чем оно интересно. Я скажу так, что сегодня и по линии правительства Российской Федерации, и от президента идут поручения об оказании поддержки развития народных художественных промыслов. Мы понимаем, почему это сделано, мы развиваем свою традиционную народную культуру, мы рассказываем о своих ценностях жизни, и мы проводим как раз 11-12 числа фестиваль народных художественных промыслов под названием «Канитель». Это название предложили сами участники, и в этом фестивале участие примут мастера практически из городов 30 Российской Федерации. В том числе, конечно, мастера из Пензы. То есть здесь принимает участие и Пензская ремесленная палата, и Сурская мозаика, и Дом народного творчества, мастера с районов Пензской области. Таким образом, порядка около 300 человек, мы планируем, на этой площади приедут и выставят свои изделия. Ну, соответственно, Управление культуры архива Пензской области совместно с Пенз-концертом формирует здесь, ну не формирует, ставит сцену, и мы предложим концертную программу для, собственно, мастеров и посетителей этой ярмарки. Мероприятие будет впечатляющим, я на мой взгляд, интересным, потому что мастера предложат вниманию пензенцев, собственно, и мастер-классы. Будет очень интересно. Начало два полных дня будет? Два полных дня, да. Мы, ярмарка приступает к работе уже к десяти, официальное открытие в субботу в 19 часов. Вот так мы решили сделать. Ну, весь день работает концертная площадка, соответственно, здесь и коллективы Пенз-концерта, коллективы Дом народного творчества и самодеятельные творческие коллективы, которые приглашают, значит, наши помощники, наши компаньоны. В первую очередь, основной локацией фестиваля будет большая ярмарка товаров ручной работы. Большую часть ярмарки мы стараемся представить именно мастеров традиционными ремеслами. К нам приезжает практически география со всей России. К нам приезжает огромное количество мастеров и по Волжье, и Ростов-на-Дону, и столица нашей Родины, и Владимир, и другие города, Омск, Перм. И мастера приезжают уникальные. Это уже для нас большой плюс, потому что есть те мастера, которые будут впервые в нашем городе. На площадке будет представлено более 200 бесплатных мастер-классов для жителей нашего города. Что мы хотим этим показать и добиться? Чтобы люди приобщались к творчеству и рукоделиям. Чтобы жители, гости пришли нашего города, пришли с детьми, детям тем более это полезно, они оторвутся от планшетов, от компьютера и придут к нам мастерить. Будет работать очень много других площадок, это детские площадки, это различные фото-зоны. Однозначно будет чем заняться. И, что очень важно, приобщим жителей и гостей нашего города к традиционным ремеслам. То есть будет работать лозоплетение, будут работать гончарная мастерская и другие ремесла. Чем будут отличаться шаги? Оба дня расписание мастер-классов абсолютно разное. Мастер-классы не повторяются. Мастера будут одни и те же. Немножечко у нас прибавится 12-го еще мастера. И оба дня у нас еще будет частный музей, частная коллекция Натальи Филатовой. Музей старины. Это шикарнейшая коллекция. И две выставки. Это фото-выставка и выставка художников, лучших художников нашего города и области. Вы вот сказали, уникальные мастера, интересные искусства. Перечискивайте просто. Что настолько уникально и обычное у них? Самое интересное. Вот знаете, что меня лично поразило, самое интересное, да, это лавочка чемодан варганов из Москвы. Ребята делают музыкальные инструменты, самые различные. Флейты, варганы, окарины и другие. Еще у нас едут ребята из Тамбова. Они делают окарины. И вот человек, который их делает, он занимается только окаринами. Они звучат. Все строят. Вот каждая нотка, она настолько... Каждое изделие уникальное. И они все строят. Очень интересная приедет у нас гончарная мастерская, Саратовская область, село Золотое. Они так и называются, керамика Золотое. Это тоже все ручная работа. Их керамика, ну это надо видеть, она очень необычная. Ее хочется потрогать. Она такая вся вкусная, красивая очень. Однозначно будут наши пензенские мастера и из Пензы, и из области. У нас представлено сейчас, получается, 6 или 7 районов Пензенской области. Конечно, традиционные ремесла мы представим. Представим и абашевскую игрушку, представим его заплетение, представим резьбу по дереву. Представим, надеемся, что вот сейчас договариваемся уже, последним уговариваем с кузнецом. Будет и роспись по дереву. Однозначно, Пензенская ремесленная палата у нас будет присутствовать, Сурская мозаика нашей организации. И в широком спектре, конечно, представят еще и современные ремесла.